Она сильная и настоящая, всего добилась в жизни сама. Заслуженная артистка России Елена Лазарева. Она же бизнес-вумен из пьесы молодого автора Ярослава Полинович Жанна. Режиссер спектакля тоже молодая выпускница из Петербурга. Мария Селедец, одним словом, это совершенно женский взгляд на извечные вопросы, кто виноват и что делать. К сожалению, о том, что такое счастье, человек понимает тогда, когда все почти теряет. И то, что ненависть и месть не являются определяющими в нашей жизни, и даже если ты богатый можешь купить, как тебе кажется, все, к сожалению, ты никогда не купишь любовь, понимание и какие-то такие вещи, которым героиня, наверное, мы ставим многоточие, приходит в конце спектакля. Актеру Денису Евневичу роль молодого любовника, главной героини давалась непросто, можно сказать, на преодоление. С самим собой ни одной общей черты, говорит Денис. Тем сложнее было оправдать и тем более полюбить своего персонажа, который вовсе не герой нашего времени. Я пока не нашел для себя ответа на вопрос, кто же сегодняшний герой. Психотип сегодняшний определенно очень четко. Это, я говорю, инфантильный такой человек, который плывет по течению. Но, говорю, для меня это не герой. Новая драма порой тяжело дается актерам, которые большую часть жизни привыкли играть классику. Черноту и негатив современной драматургии они сами пытаются переработать так, чтобы дать зрителю надежду на светлое будущее. Вот так через тернии к звездам, говорит актер Виктор Мирный и шутит. Спектакль ставить, что клюкву собирать. Мы когда-нибудь клюкву в Карелии собирали, там ведь клюква, и вот там особым сачком собирают, и по кочкам, по вот этим, вот они такие болотные кочки, и вот по ним так оп-оп-оп, и вот, ну или как по тонкому льду, можно иначе выразиться. Но где-то так вот находим точки соприкосновения. И смех, и слезы, и любовь, как в настоящей жизни, в героях спектакля Жанна легко можно узнать соседа, друга или родственника, а может и себя. И несмотря на неопределенную концовку спектакля, мораль проста. Как ни крути, завтра будет новый день. Мариана Мирная, Константин Головин, События.